Хочу сегодня сделать вам подарок. Я сейчас нахожусь на точке. Было желание познакомить моих подписчиц, моих девочек, потому что в основном аудитория у меня женская, с тобой нурла. Потому что я понимаю, что даже точка эта показала, что в основном, ну, все-таки большинство были женщины, и запрос женский. И почему мне так нравятся технологии, которые ты даешь? Я уже давно занимаюсь и биоэнергетикой, и когда-то эзотерикой увлекалась. То есть, ну, мы все на пути на таком. Но мне очень нравится глубина в простом виде. Вот, наверное, ой, я понимаю, что ты делаешь, это очень глубоко. Но при этом это кажется очень просто, то есть быстро. То есть мне не хочется там просто соли на месяца, на годы, хочется быстрого результата. И вот за 5 дней и точки ты выходишь все время на новый, на какой-то такой очень мощный уровень. Вот. Но я понимаю, не все приедут тебе на точку, да? А очень много, особенно женщин сейчас, хотят знать о своем предназначении, да, а именно женскому на этом значении, и хотят, ну, понимают уже, что что-то надо делать, что-то надо начинать. Потому что, на мой взгляд, сегодня мир от нас зависит. Вот Россия зависит от женщин, потому что мы сжались, извините, скукожились, что-то ждем. И страх, он сковывает, вот я сегодня вижу всю Россию. Я мне побоюсь даже это сказать. Что мы можем сделать сегодня? С чего начать? Ирина, еще раз здравствуй. Это уже для твоих слушателей. Понятно, что дело, что мы здесь видели, только что здесь плавали вместе. Океан здесь. Я вижу твои изменения, особенно даже за эти пять дней. И вот эти изменения у людей, они как раз-таки являются тем самым наркотиком, может быть. Сложно сказать, да? Ну, это такой некий опиат внутренний, который вырабатывается у человека, который ведет такие процессы, потому что он видит реальные изменения. Они незаметны для вас изнутри. Но вы замечаете друг у друга. Вот как ты это видишь у тех, кто рядом с тобой проходил, эти изменения, это означает, что эти изменения у тебя самой, ну, просто действительно сложно это смотреть изнутри. Если ты помнишь, я как мантру иной раз повторял, что вы можете увидеть в другом человеке только то, что есть у вас внутри. Если вы видите изменения, изменения позитивные, значит, эти изменения позитивные идут у вас. Если вы видите какой-то негатив, заостряете внимание на нем, значит, это есть у вас, это то, с чем обработать. То есть, точку мы сделали таким образом, чтобы она была максимально легкой для восприятия. Конечно, мы не пытаемся упрощать неупрощаемое, впихнуть не впихуемое, но сделать это максимально легким и безболезненным. То есть, у нас даже такие несколько слов, я тоже их повторяю, экологичность, эргономичность, эффективность и превентивность, то есть, на опережение идем. То есть, человек даже не понимает, с чем работа на самом деле идет, потому что работает наша душа, его душа работает. Потому что, если мы бы ориентировались только на ум, это бесполезная вещь. В каком плане бесполезная? Потому что это самая поверхностная вещь. Да, наше сознание – это мощная, сильная вещь, но мы понимаем, что у нас есть глубинная часть сознания, если уж говорить так вот, пять мозговых систем, если мы только на одну мозговую систему будем операться, это бесполезно, потому что она самая молодая. Да, она самая креативная, там есть воображение, это то, чем мы думаем. Но у нас есть тело, и у этого тела есть свои программы, свои конструкции, приобретенные программы, что-то врожденное. И вот с этим сложно справиться, если не обладать определенным, определенным пакетом знаний, где ты знаешь, что это определенная методология, определенный алгоритм, что можно по нему действовать. И даже при этом, даже зная все это, тебе нужны проводники. То есть... Свободные радикалы, мне понравилось. Я их называю свободные радикалы, которые появляются в твоей жизни нежданно-негаданно, но это в кавычках, якобы случайно, ничего случайного не бывает, ты это заслужил. И в хорошем и плохом смысле слова. Но они отражают тот процесс, который у тебя идет. Больше того, они провоцируют еще какие-то моменты, это как вот повитухи-акушеры. Они из себя что-то помогают вынуть, но что это может быть? Это твои дары, но вначале они твоему уму, твоему подсознанию, твоему телу кажутся, что это тени. То есть это те внутренние демоны, драконы и так далее. Но без этого никак нельзя. И это часто очень похоже на роды. Хорошо, если проводники осознанные. Очень большая редкость в нашей жизни, в моей жизни, такое было, и я рад, я их называю своими настоящими учителями. Но в основном это неосознанные учителя, которые появляются, скажем так, это как ваши кармические некие учителя или близнецы, которых вы можете оценивать и даже негативно. Это ваши враги, не другие там и так далее, но которые заставляют вынуть из вас все это. Но на самом деле там договор-то идет на уровне подсознания, на уровне, если уж говорить не совсем по-научному, на уровне души. Это самый глубокий уровень, самый важный. Почему? Потому что душа, дух, то, что в социуме считается неким надуманным моментом, имеющим такой больше религиозный окрас, мистический окрас, на самом деле это база, основа. Потому что дух, душа, они вечны. Сознание и тело в данном случае вторично, потому что оно твенно. И вот как раз таки в точке мы опираемся именно на дух и на душу. Я работаю именно на этом уровне, потому что мы все договоримся и наша встреча не случайна. Опять-таки я всегда повторяю, ребята, мы когда-то давно договорились, вот эта встреча не случайна. Вот сейчас на земле такие точки создаются, такие места, где разрешены такие процессы. Процессы перехода, плавного перехода человека с одного уровня на другой. То есть, когда он созрел. И слава Богу, что эти процессы идут осознанно. Люди осознанно приходят. Да, они приходят с болью, да, с переживанием, но это осознанный процесс. Что касается женщин, тут у меня большей частью на точке женщины. Бывают и мужские точки, когда большей частью мужчины. И я понимаю, да, это запрос. И всегда я, опять-таки, я же делюсь с вами, как я это вижу. Я вижу всегда общий запрос группы. И он всегда зависит от первого человека, последнего человека, и самого сильного человека в группе, вернее, человека с самым сильным запросом. То есть, первый, кто заходит на точку первого? Да, он определяет направление. То есть, ну, смотрите, если мы, вот мы как случайные, в кавычках, пассажиры, садимся на один и тот же, на одно и то же средство передвижения, поезд, самолет и так далее. Но у него же есть какой-то маршрут. У нас разные цели. Если мы едем в поезде, каждый сойдет на своей станции. Кто-то будет рядом сидеть, там, в соседнем кресле, в одном купе ехать. Кто-то даже не познакомится друг с другом. Но мы все едем в одном направлении. И вот это направление задает первый человек. Когда первый человек заходит на точку, я внимательно изучаю этого человека. Я смотрю его бодиграф, интересуюсь. Если возможно, я его во время точки хотя бы одна-две минуты мы там пересекаемся. Ну, вот как бы случайно, в коридоре где-то, во время перерыва, за чашкой чая. Легкое интервью делаю. Но это интервью не на уровне ума. Ну, мы поговорим можем о чем угодно. А вот здесь. Он должен зайти в ауру. Я понимаю, а вот оно на чем. Интересно. А кто зашел на эту точку первой? На эту точку? Это вы? Да. Я хотела сказать, я ведь оплатила, по-моему, первую на той точке предназначение. А я умом считал, что это у нас пара, вот семейная пара, это Андрей, если вы помните, подлибский. Да-да. Его супруга. Я так думал, пока мне Эльвира не поправила, она сказала, нет, ну ладно, они зашли первыми, но до этого зашла Ирина Шабанова. А вот оно что. И я как бы, у меня внимание развернулось прям во время точки. То есть, а вот он какой северный олень. То есть, я начал смотреть и искал моменты, где состыковаться с вами в том плане, чтобы понять, а вы-то зачем приехали сюда? Потому что это запрос группы. Это запрос группы. Кто последний заходит, он как бы ставит точку. Это обычно, это человек, который прыгает в последний момент, последний вагон. Он даже заходит. Может быть, он просто приезжает чуть ли не с деньгами. Вот он я. Никто про него не знал, не знает, подиграф не готовы для него. Но это такое, знаете, как сомыкание. Все, это точка. Вот этот человек зашел, вот они. Окей. Вот это запрос. А что касается вопроса, я продолжу про женщин. Здесь всегда очень сложно. сложно в том плане, что женщина в нашей жизни, вот в моей жизни, в жизни любого мужчины играет колоссальную роль. Тем более в жизни самой женщины. Это мать, это бабушка и так далее. Мы говорим о том, что большая часть программ, особенно кармические программы, то есть программы из прошлых воплощений, передаются нам по материнской линии, то есть по материнской родовой линии. Мы оттуда эту информацию получаем. И эти программы самые глубокие. Мы удаляем те программы, которые у нас есть, которые мы и с социумом получаем, на первой точке. Мы ставим защитную оболочку, пожалуйста, все, работа, пошла она. Но кармические программы, они звучат так громко, как карма, я всегда говорю, не пугайтесь, потому что это просто неэффективная модель поведения, но мы не знаем ее причины и следственной связи, потому что это пришло из прошлых воплощений. И передаются на это поле не матери. Все. Кто-то должен начать, кто-то должен разруливать ситуацию, чтобы с этим не сталкивались потом наши дети и внуки. Есть такое понятие старые души. Это может быть близко к этому. Кто-то приходит в высшей ответственности. Он уже многое видел, многое понимает. Он даже знает, чем это закончится. И ему многие процессы не совсем интересны, потому что он это уже проживал много раз. И такой человек стремится к тому, чтобы разомкнуть какие-то круги, которые повторяются. И в этой жизни, как и в прошлом. Пройдет еще по четверть лет, и все повторится, как и в Сталинке, если вы помните, из блока. То есть, некие такие циклы, которые повторяются. И вот, если человек входит в эту ответственность, ну, слово такое ответственность, ну, окей, хорошо, ответственность, осознает. Вот осознание, это 50% успеха. Потому что, осознав, этот человек сможет задать правильный вопрос. Правильный вопрос, это всегда правильный ответ. Потому что, сформулировать вопрос, это, это не, вот это непросто, это целая наука. Сформулировал правильный вопрос, я его называю запрос, ваш какой запрос, зачем вы приехали, что вы хотите. И тут вы на точке, кстати, видите, что, в принципе, большинство приехало. У всех один запрос какой-то общий. Какая-то общая боль, либо какая-то общая цель. Вы это понимаете по своему напарнику, по базе. Ну, что-то общее и есть. Вы все сзеркаливаете друг друга. Больше того, этот мне это подсвечивает, это, то подсвечивает, это, это подсвечивает. Потому что, если вы что-то видите, это у вас внутри есть. Вопрос, что первично, что гораздо больнее. И вот эту точку я увидел, что сколько женщин приехало с вашим запросом, с вашим личным, глубинным запросом. Это то, с чем мы работали, с вашими внутренними страхами, драконами, которые, я ведь на эту точку, кстати, ввел некоторые вещи, которые, и техники, которые я обычно не даю на точке. Но я понял, а нет, эту точку мы будем так делать. Почему? Потому что я перекравил ее на ходу. Вот в первый день я говорил, а вот на эту пару ориентируюсь, вот их запрос я считал. Но их запрос не совпадает с вашим. Но совпадает с запросом большинства, кто сюда приехал. И Эльвира, то, что меня переформатировала в этом плане, просто перенаправила. Она сказала, Ирина Шабанова, первая. а, вот она что. И я просто, по ходу точки подвел кое-что под работу с драконом, с вашими глубинными страхами, встречи с ними и перетрансформацией. То есть, поменяв свой страх, выведя его из тени в дар, вы трансформируетесь однозначно. Это происходит, этот дар вы обрели, но еще трансформация только начинается, потому что это путь, это целый путь. Я знаю, что обычно я так и говорю, ребята, вы поймете, что здесь произошло лет через пять, через семь. Почему? Потому что, оглянувшись назад, вы, во-первых, у вас будут результаты, и, оглянувшись назад, вы поймете, какой путь вы прошли. Вот эти точки, это как точка усиления, это как рождение вас, то есть, рождение кого здесь, что мы рожали здесь? Свой дух. Мы его не просто рожали, мы его делали осознанно, то есть, соединялись с сознанием. Когда вы в позицию наблюдателя заходили, вот смотрели на себя со стороны немножечко, и тут, это очень похожа позиция такая, вашего духа. Ваш дух наблюдает за вами. Молча, потому что он говорить не умеет. Вы можете считать его только момент, когда он начинает волновать, волноваться. А волнуется он в моменты только перехода. То есть, перед переходом начинает, да? У вас волнение есть. Это как-то, это ваше какое-то внутреннее недовольство, как вам кажется. Выплывают страхи и прочее. Но это момент перехода, то, что я называю зоной смерти. Когда вы входите в верхнюю границу зоны комфорта, и заходите в поля неизведанные вам. То есть, вы ходите в предназначение настоящее. А это страшно всегда. Это всегда страшно. Тело реагирует, когда вы это чувствуете. Вот здесь на себя наконец-таки роль берет дух. Почему? А потому что ум не знает, как там действовать. Тело боится. На тело ориентироваться нельзя в хорошем смысле, как вот. если вы помните, кто-то из классиков, по-моему, английских говорил, что всадник не отвечает за дрожь своего коня. И здесь только дух ведет. А куда он ведет? Вот здесь надо довериться. Мы обычно говорим довериться, воля Творца. молит дух. Дух это частица Бога. Поэтому если вы с духом своим, тогда вы с Богом. И здесь это самое сложное довериться. Вот если большинство, да, мы берем большинство женщин, которые сейчас боятся своих мужей, своих цинами за свое будущее, что можно им посоветовать? Ну, давайте так. Может быть, заметьте, я говорю вокруг да около, да, как будто бы, я говорю на уровне таком, чтобы сейчас аулически через себя, значит, и зритель передастся, о чем я говорю. На самом деле, не говоря о каких-то насущных таких вот, актуальных проблемах, хотя можно их затронуть и даже через них сработать. Вот посмотрите, мы если говорим непосредственно про русских женщин, а все-таки я живу в русскоязычном пространстве, Советский Союз, СНГ, страны, которые так или иначе взаимодействовали с Российской Федерацией, с Россией, это ведь большой такой конгломерат народов. Мы понимаем, что здесь происходит. Сейчас идет тот самый момент, когда вдруг этот народ под большим ударом находится. то, во что ввязала вас государственный эгрегор, социальные институты, на самом деле подставили под серьезный удар. И я ведь всю планету ощущаю как единое тело. и душа земли, душа человечества, это Россия, не Индия. Запад можно назвать умом, восток телом, а вот душа. Душа – это Россия, потому что тоже непонятно, люди до сих пор спорят, это восток или запад, Евразия. Что это? Вот Россия – это душа, и душа больна, причем серьезно больна. Здесь такой некий водораздел происходит, когда вдруг стали сильны те силы, которые заставляют человека делать выбор, и выбор не в пользу светлого. Потому что быть светлым сейчас очень невыгодно, потому что ты попадаешь под удар. И либо ты должен быть изгнанником, либо ты должен бороться против системы. И мужчины это в большинстве понимают, их выкашивают. Вот в 20-е век выкашивало огромное количество мужчин, и мужчины ослабели по большому счету. На первую роль вышли женщины, и у них сейчас большой инструментарий в этом плане. То есть они могут это сделать, чем своей любовью, но при этом у них есть свои проблемы, проблемы взаимоотношения со своими мужьями, с детьми, и с родителями. И можно в эту тему нырнуть и посмотреть, что все это взаимосвязано, даже с политикой. Когда человек говорит, что политик меня не касается, недавно анекдот такой услышал. в автозаке людей везут в концлагер и человек спрашивает, вы не подскажете, какой нас в концлагер везут? А человек говорит, я политикой не интересуюсь. То есть сейчас вот тот самый момент, когда все это касается всех одновременно, потому что на самом деле это не русский процесс, не российский процесс, и не процесс русскоязычных людей, это процесс касается всего мира. И то, что идет это здесь на стыке России, Украины, Белоруссии, это не совпадение, кстати. Но это не просто так. И на русскую женщину сейчас выпал такой момент перенести удар. И получается, мы говорим, что с одной стороны любовь спасет мир, а с другой стороны этой любви нет у самой женщины внутри. Правильно? Причем любви нет к самой себе. Опять-таки мы сейчас будем говорить как будто банальные вещи, полюби себя, полюби себя. А вопрос как? И здесь когда даются, ну, я не люблю слово инструменты, это умовое, собственное, но хорошо, инструменты, где человек в какой-то момент понимает, что все начинается действительность него самого. И он через себя, через свои какие-то опять-таки неочевидные для ума вещи может менять все вокруг себя, свое окружение. Все начинается с простых вещей. Опять-таки мы возвращаем к такому понятию, как вера, хотя вера это энергия такая, что она очень сильная, потому что это реальность изменения, реальность. если ты поверил в себя, вдруг ты видишь, что ты можешь менять без слов. Если ты включился в этот поток любви и творчества, то все происходит очень мягко, без манипуляций, без каких-то таких видимых процессов, но все меняется. Вдруг те же самые люди, про которых у тебя уже четко твердое мнение сложилось, ты их десятилетиями, вдруг они меняются потихонечку на твои глаза. Это очень красиво на самом деле. Это вот рождение, происходит такое перерождение постепенно себя самого. Да, то есть получается, чтобы что-то, на что-то мы повлияли, мы сейчас должны просто заниматься собой и очень ответственно и серьезно. Я даже так говорю, если на какой-то территории географической любая пространственная композиция, которая есть у человека, появляется хоть один ответственный человек, а лучше двое, они могут поменять все. Не важно, это в области политики, в области взаимоотношений людей, в семье. Если двое в осознанности, они могут выйти в такие потоки, на такие уровни, где, кстати, они начали встречать бешеное сопротивление окружения, как им кажется, как им кажется, что все против них или мешает, на самом деле, это их собственное сопротивление через близких людей, потому что эта борьба, она идет внутри, как говорил Антон Палачехов, я покапываю, каждый день вы же мессия раба, это ежедневная такая тихая работа, как только здесь, если чуть-чуть немножко зазнать, возникло, все, жди, жди удара называется, как только вот, у меня понимает, как эго, а вот он я какой, или не дай бог я крутой, тут же щелчок понусу полетает, это хорошо, кстати, отрезвляет, ох, ох, все, я понял. Как только эго вылазит, сразу. Ну, эго внутренний критиков, если ты помнишь, мы же договорились о том, что мы их будем называть по имени, да, ну, допустим, женщинам я советую какое-то мужское имя давать, мужчинам женское, чтобы, ну, разотождествиться, понимать, что это не ты, это просто часть тебя, такая внутренняя болталка, которая вдруг начинает настаивать на каких-то вещах, где на самом деле она вызывает у тебя сомнения. Сомнения в чем? В сомнении в самом себе, блинше всего. Ага. Потому что меня эта тема очень волнует, но я ее вообще не трогаю, потому что в самом начале я попыталась сказать свое мнение, высказала, что сейчас все дело по осознанности и принятии ситуации, и через себя мы можем что-то изменить. я получила как от одной стороны, так и от другой стороны, прям по полной. Поскольку мой бизнес связан с тем, что я общаюсь с очень многими людьми, с многими людьми, и я понимаю, что кому-то больно, да, пока мы в это состояние не войдем, мы испытываем эту боль, не понимая. я закрыла эту тему совсем, но я понимаю, что у меня потребность большая об этом говорить. Я понимаю, что я чувствую, что я могу много чего сделать в этом направлении, помочь людям, но я делаю это пока вот так вот вокруг себя. Мне хочется говорить об этом шире. У тебя получается, у тебя получается. Очень сложно повлиять на самое близкое окружение, допустим, на собственных детей, элементарно. На них и не стоит влиять, они как бы они составляют наше тело. Да, они сами считаются. Да, то есть если у тебя изменения идут, у них идут однозначно. Но зеркалом для нас является все-таки окружение наше. Это те наши люди, которые за нами идут, и ты понимаешь, а какого качества люди за мной идут, в каком направлении идут. Так ты еще раз подтверждаешь собственное направление, с какими ценностями они приходят, ты подтверждаешь собственные ценности. С какими проблемами они приходят? Они приходят с твоими проблемами в том числе, потому что если ты у себя эти проблемы научился решать более-менее, они придут к тебе. То есть это как бы обратная связь, как мы называем, на самом деле зеркало. И это большое заблуждение говорить, что я учу. Я все время немножко так вот внутри не то что дико извиняюсь, но я ребятам говорю, ребята, на самом деле это я у вас учусь, просто я использую эту позицию большой выгодой для себя. Потому что я если захожу на свои же процессы без запроса, тогда я понимаю, какой-то запрос не особенный, но он обязательно есть. Если у вас трансформация идет, у меня тоже. Если у вас страхи идут, у меня тоже. То есть это совместное движение, может быть я прошел на этом пути, ну на два-три шага вперед и все. Но это не дает никаких особых преимуществ. Я понимаю, что мы могли разговаривать очень долго, хотелось показать себя в этой простите, познакомиться поближе и дать понимание того, что сегодня от нас зависит, сегодня не время спать, не время смотреть телевизор и вообще туда отдавать свою энергию. Сейчас нужно заниматься собой своими здоровьем, духовным, физическим и социальным. Позволь, Ирина, я сделаю такой небольшой вам подарок. Подарок всем твоим слушателям. Этот подарок будет заключаться в том, что те, кто посмотрел это видео, такую небольшую магию сделаем. Кто-то к этому все равно не отнесется, но все равно сделайте, посмотрите, всегда смотрите на результат, верховный гуру результат, а ведет к этому практика и только практика. Давайте сделаем таким образом, вот это вот видео, вот это видео, оно давайте будет для вас целебным, если у вас касается вопрос как оздоровления своего физического, целебным в области отношений, если у вас есть какой-то запрос по отношениям серьезный, с противоположным полом, с детьми, с родителями, с коллегами, по бизнесу и так далее, прослушайте это видео, даже можете его не смотреть, вам даже не надо вникать в смысл того, просто включите его, пусть полторы минуты он у вас звучит, наушники, но у вас должен быть запрос, с какой болью, или с какой проблемой, или с какой целью вы это слушаете, и больше того, я делаю, Ирина, это еще для тебя таким образом, что вот такое значение накладываю, что все твои видео, все твои взаимодействия на расстоянии с людьми, даже которых ты не знаешь, но которые знают тебя по этим видео, они будут нести это качество, вот с этого дня так будет, да будет так. Огромное спасибо, я не знаю, что будет дальше, но я ощущаю, что-то мега большое. А мы, ведь, обратите внимание, точку ставим на этой точке, с тебя мы эту точку начали, ты собрала 40 человек, благодаря твоему запросу собрались со всего мира, вывезли их на Бали, здесь, на этом острове сама точка десятикратно, многократно усиливает все запросы, а на остров Бали. И все лучше это еще плюсом. И мы поставили над этой точкой еще восклицать, не знаю, какой, столб огня. Все твои видео будут такие. Спасибо большое. Мой дар, он для тебя, он именно в этом. Неси этот свет, потому что это как Данка. Данка когда-то передал, и мы передаем друг другу этот свет. Прямо сейчас, знаешь, и считываю свое благословение. Это так. Мне, я вот за этим остановлю приехала. Ты знаешь, сзади нас Индийский океан. Да. Мы еще на острове Бали расположены таким образом, что вот чуть-чуть левее меня сейчас вот Аргентина, А так Австралия. И мы попадаем сразу на северпольс. Никаких препятствий нету. Это Андрей мне рассказал. И вот такое направление ты даже поставил. Здесь Индийский океан, ребята, и больше ничего нет. Там даже пингвины. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо. Ребята, обнимаю вас. Всего доброго.